Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенод и его команда. В эфире очередная серия ежедневного проекта «Календарь автомобильной истории», в которой мы вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 3 июня. 3 июня 1858 года в Нью-Йорке родился Уильям Фелпс Ина, американский бизнесмен, впервые в мире разработавший правила дорожного движения. Фелпс не имел представления, как управлять автомобилем, однако именно он в 1903 году написал первые правила дорожного движения для Нью-Йорка «Принцип движения транспорта для таких крупных городов, как Нью-Йорк, Лондон и Париж». В 1905 году он предложил кольцевую развязку, улицу с односторонним движением, островок безопасности для пешеходов и специализированную стоянку такси. Он разработал дизайн знаков «Пешеходный переход» и движение без остановки запрещено. Знак «Стоп». 3 июня 1864 года родился Рэнсом Элли Олдс, изобретатель и бизнесмен, создавший первый коммерчески успешный американский автомобиль «Олдсмобиль» мощностью в 3 л.с. и первым применивший прогрессивную систему сборки. 3 июня 1878 года родился Эрна Элли Барни Олдфилд, знаменитый американский автогонщик, автор нескольких рекордов скорости. За заслуги в популяризации автомобильного дела Барни Олдфилд увековечен в Зале автомобильной славы в Детройте. В этот день, в 1921 году, фигурка бульдога впервые была использована в качестве символа американской компании по производству грузовиков МАК. 3 июня 1921 года основано Шумерлинское кооперативное лесопромысловое товарищество «Труженик» лесопильный древошерстный завод, который занимался заготовкой леса и его переработкой. С 1948 года завод переходит к выпуску продукции машиностроения в производство передвижных мастерских для тракторных бригад. В 1968 году он был переименован «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». А с 1996 года по настоящее время это открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». Российское предприятие оборонно-промышленного комплекса крупнейший разработчик и производитель спецтехники в России. 3 июня 1934 года в международной гонке в Нюрбург-Ринге состоялся дебют гоночных автомобилей Mercedes-Benz W25. Причем до последнего дня их участие было под вопросом, так как вес машин превышал установленные регламентом 750 кг. И тогда руководство команды приняло нестандартное решение соскоблить краску с кузова. В результате взвешивание прошло успешно и «Мерседесы» вышли на старт, сверкая на солнце алюминиевыми кузовами. Гонка была с триумфом выиграна и W25 тут же окрестили серебряной стрелой. 3 июня 1965 года прямо с завода был доставлен Джону Леннону автомобиль Rolls-Royce Phantom 5, изготовленный по спецзаказу в Rolls-Royce Motors Cars Limited в графстве Чешир. 3 июня 1978 года на Волжском автомобильном заводе собран четырехмиллионный автомобиль Жигули, которым стал ВАЗ-2106. В этот день, в 2015 году, на заводе совместного предприятия Ford Solar's в набережных Челнах Татарстан официально стартовало серийное производство седанов автобусов и пятидверных хэтчбеков Ford Fiesta. 3 июня 2016 года на Павловском автобусном заводе, входящем в группу ГАЗ, стартовало серийное производство автобусов нового поколения, получивших название Vector Next. Транспортные средства выпускаются в двух версиях для городских и пригородных маршрутов. В салоне автобуса предусмотрена раздельная система кондиционирования для пассажиров и водителей. Звук мотора практически не слышен за счет усиленной шумоизоляции. Также автобус оснащен электронными рейсоуказателями и бегущей строкой с информацией о маршруте. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео и будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра!